Культ поход 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 Заметил Боб Маргалин, это легендарнейший суперизвестный гитарист, который работал с Мадди Уотерсом. И он сказал, что, чувак, ты будешь играть с нами на заключительном концерте. Вот такие вот чудеса иногда случаются. Так что это главный наш гость, который приедет из Аргентины. Ну, правда, сейчас он живет в Испании, но все равно он аргентинец, родился там, учился там. В общем, а приедет он с замечательными музыкантами, тоже наши большие друзья. Еще одни подвижники джазового и блюзового искусства. Да, это Архангельский блюз коллектив. Это, наверное, самый северный блюзовый коллектив, который можно себе представить. Ну, пожалуй, да. Кстати, на удивление, человек, который сделал для развития блюза, джаза, причем этно-джаза и авангардной музыки в России. Его зовут Тим Дорофеев, прекрасный гитарист. Он был у нас в городе, по-моему, даже неоднократно, но, как минимум, у меня он был один раз. Выступал, в смысле, да? Выступал, да. Выступал на сцене ресторана Гауди. Тоже, кстати, в рамках джаз-вятки фестиваля. И на этот раз он привезет интересных музыкантов. И я уверен, что это будет... Вот это как раз Архангельский блюз коллектив. Да, Архангельский блюз коллектив. Я думаю, что это однозначно будет крайне интересно, вот такую коллаборацию крайне северных наших... Нет, и те, и другие, северные, получается. Только там Аргентина, это как бы север, ой, юг южного полушария, это как бы тоже север. Ну и сошлись поближе к полюсу. Да. А можно поподробнее про Архангельский блюз коллектив? Что о нем известно? Насколько они там активно выступают? Насколько они... Их имя весомо в отечественном блюзе. Ну, их имя весомо... Отечественный блюз. Не, а что ли? Ну, блюз это международное явление. Абсолютно нормально. И, кстати, если опять же говорить, что блюз... Почему кто сказал, что это американская музыка? Вообще-то он из Африки. Ну, все эти экспедиции, которые блюзовики ездят сейчас как раз в Северную Африку, они там все свои корни нашли, прекрасно с африканскими ребятами играют. Но если мы имеем в виду носителей этой культуры... Носители культуры, они как раз оттуда и приехали, да. Они оттуда приехали, и корни исторические находятся там. Я бы не согласился. Не совсем бы согласился с этим, потому что... Ну, не совсем, да. Выходцы... Они выходцы из третьего поколения. То есть они... Когда рабов из Африки привозили в Америку, в США, так будем называть. Уже в США, да. Уже в США. Они приезжали, у них была своя собственная какая-то культурная самодостаточность, но для того, чтобы не было никаких там восстаний рабов там и так далее. Не, но восстания-то были периодически, да? Они были, да. Но делали как? Плантаторы и владельцы вот этих рабовладельцев, они перемешивали их между собой. А если учесть, что в Африке там более скольки, более там тысячи, по-моему, языков, да? Ой, да черт их там. До сих пор точно не знают никто. Там то и дело в джундах находят какое-нибудь племя. Эта культура не могла... То есть представители разных племен и разных культур, они не могли друг с другом общаться. Увы. Не могли. И поэтому говорить, что блюз появился в Африке или это африканская музыка, нет. Это немножко не так. Это музыка, которая впитала в себя народные песни, афроамериканские народные песни, но спетые уже на английском языке. И как раз вот те люди, которые вышли в блюзмены, собственно говоря, когда появился интерес к звукозаписи, когда появились белые, как правило, еврейского происхождения продюсеры, они ехали на плантации и записывали... Да, так, собственно, так же и МАДИ в отрасли нашлись. Абсолютно верно. Абсолютно точно. Поехали, записали. Вот. И вот эти люди-то, которые записывались, блюзмены первые, которые стали великими, известными, они к Африке-то не имели уже практически никакого отношения. То есть они были в третьем поколении, они не знали своего собственного языка, там, будь то Зулу или какой-то еще... Суахили. Суахили, да. Они не знали этого языка, они не знали культуры своего родного племени. Уже не знали. Ну, потому что, ну, третье поколение или четвертое поколение, это все-таки уже далеко. Я-то имел в виду то, что когда сейчас блюзмены приезжают в Северную Африку, они прекрасно понимают с североафриканскими музыкантами друг друга, играют вместе, в принципе, они играют одно и то же. Есть много прекрасных записей, где половина записей идет на английском, половина на арабском, в гармонии в одно и то же, в блюзовой сверху, они прекрасно себя чувствуют. Смотрите, блюз и джаз — это вообще универсальный, абсолютно универсальный язык. Блюз, я бы сказал, наверное, даже чуть более универсальный. Он еще... — Он более сохранившийся, что ли, вот, он не подвержен авангарду, скажем так, в отличие от джаза, да? — Совершенно верно, абсолютно верно. Поэтому вот у него есть, конечно, большое количество ответвлений, но все они все-таки находятся, вот, как бы, блюз остался мейнстримом. Вот как он появился, так он и остался мейнстримом. Да, к нему добавляется что-то так или иначе, но он все равно остается тем, каким он был раньше. Вот эти все, ну, там, грубо говоря, три аккорда и пентатоника с блюзовой нотой, оно так и осталось. — Ну, основные отличительные черты, таких никуда не держат. — Вот жаль, что Николай не позаботился о том, что сегодня у нас прозвучало что-то, не взял никакой инструмента, а я вот позаботился. Я нашел кусочек выступления как раз-таки Хосе Луиса Парда. Послушаем после небольшой рекламы. Я напоминаю, что мы сегодня говорим о Гауди Блюз Фест. Состоится мероприятие 11 декабря. В декабря на следующей неделе, во вторник, начало в 19.30, настоящий праздник блюза. Возрастное ограничение, кстати, не могу найти на афише. Сколько плюс? — 16 плюс. — 16 плюс, 16 плюс, имейте в виду. Ну и, конечно же, напоминаем, что культ похода — это еще и викторина. Очень скоро начнем задавать вам вопросы, уважаемые слушатели. 211-101, номер нашего телефона. И призы тоже чуть позже озвучим. А теперь пауза. Культ поход. Николай Донецкий, арт-директор ресторана Гауди у нас сегодня в гостях. Ну, все мы говорим про блюз. Давайте послушаем немножко блюза. Небольшой кусочек. — Именно в исполнении человека, который будет 11 декабря на сцене Гауди. — Я просто посмотрел про этого гитариста. Он достаточно активно путешествует по стране у нас, в России. Очень бывало в многих городах. У меня невольно строки Лермонта на ум пришли. Что еще там страны далекой, что кинул он в краю родном. Буквально всю уже Россию объездил. Я нашел его кусочек выступления, по-моему, в Новосибирске. Это непрофессиональная запись на какой-то гаджет просто. Ну, понятно, что это блюз, абсолютный полет фантазии. Еще слушаю. Блин, вроде ля-мажор, а вроде не ля-мажор. Открыл фортепиано онлайн. Не, си-мажор, оказывается, блюз в си-мажоре играется. Это очень хитрая тональность, где пять диез. Может, он просто гитару настроил, кто его знает. Когда пять диезов. Слушайте, да блюз в любой тональной стихии. Ну, давайте послушаем. Итак, Хосе Луиспарда на таком блюз-сейшене в одном из заведений Новосибирска. Буквально кусочек. Хосе Луиспарда на таком блюз-сейшене Хосе Луиспарда на таком блюз-сейшене Хосе Луиспарда на таком блюз-сейшене Классический квадрат. Если не видеть фотографию, то вполне можно себе представить нормального, такого умудренного жизнью темнокожего американца, который, да, решит вот этот грязноватенький блюз. Все так оно и есть. Все по честности. Правда. Так, 211-101, напоминаем номер нашего телефона. Скоро начнем розыгрыш наших призов. Сейчас нам список призов как раз в студию. Да, список у нас будет очень скоро. Список призов в студию. Мы уже готовы озвучивать. Давайте начинаем. Николай, поехали. Ну что, с листа читаем. Два часа культпохода сегодня, напоминаем у нас. Да, так что призов много и времени у нас тоже. Билеты в драмтеатр. Воскресенье 9 декабря в 6 часов вечера. Клинический случай. Комедия 16+. А 13 декабря в 18.00. Торжественное открытие года театра. Мифы и легенды театральной вятки. Ограничение 12+. Об этом представлении мы уже несколько раз говорили, но так толком и не поняли, что это будет. Да, для самых маленьких ребятишек у нас есть воскресенье 9 декабря в 11 часов. Принцесса Карамелька. Это театр кукол. 0+. Ограничение. Билеты на любой. Вернее, нет никаких ограничений. И сеанс, да. В кинотеатре Дружба. Тут тоже трудно поднять ограничения. Потому что смотря какой фильм, смотря какой сеанс. Пригласительный на двоих, на очень крутую фотовыставку «Дикая природа России», которая открылась на днях, буквально в галерее прогресса. Это совместный проект с журналом National Geographic России. Ограничение 0+. Как всегда, книги от магазина «Читай город». Лев Берников. «Дерзкая империя. Нравы, одежда и быт Петровской эпохи. 12+.» Да? Да. «Быт Петровской эпохи». Я уже хочу эту книжку. Татьяна Мирная. «Записки учительницы». Так называется эта книжка. Искренне подробный, незамысловатый рассказ сельской учительницы о каждом прожитом или прожитом дне. Рассказы сельской учительницы уже дальше. Я смотрю, ограничение 12+. Я уже думаю, если бы сельская учительница 18+, вот это было бы интересно. Ну, пошла с утра, затопила печь. Григорий Служитель. «Дни Савелия». Прекрасный совершенно. Пронзительный роман о любви к котах и людях. 16+. Удивительно, как это. Роман до сих пор не забрали. Чудо книга. Следующая книжка имеет возрастное ограничение 18+. Называется она «Тайная жизнь цвета». Это «Кассия Сенклер». Увлекательная история с 75 оттенков и красок. Неожиданная, красивая и познавательная книга. Блин, про секс-то где? Раз 18+. Ну, там, погоди. 50 оттенков уже у нас было и черного, и серого, и всякого. Сейчас аж 75 оттенков. Ты спрашиваешь, где за просекс. «Ксения Букша. Рамка. Новый эксперимент. Современные поэтессы. Журналистки и писательницы. «Антиутопия. Сатира. И горькая правда». 18+. Эти и другие книжки вы можете приобрести в магазинах «Читай город». Адреса Преображенская, 65. Ленина, 103а. Спасибо магазинам «Читай город» за то, что мы имеем возможность читать вместе книги. Ксения Станиславовна Лицарева рассказывает вам в рамках программы «Дай почитать». Ну, и мы дарим слушателям и победителям культ похода, соответственно. Пригласительные билеты на выставки в выставочный зал Вятского художественного музея имени Васнецовых Николай Желобов. Восхождение себе 0+. Хочу поздравить Николая Александровича Желобова. Вчера стало известно, что он стал лауреатом премии имени братьев Васнецовых. О! И получит не только диплом, а еще и 50 тысяч рублей премии. Это наша региональная премия. Это наша региональная премия. Там две номинации. В одной из них победил как раз Николай Желобов. Я очень за него рад. И вторая выставка это «Азбука Петра Фролова». Новая выставка «Ограничение 0+.» Мы надеемся, что Николай Донецкий нам тоже что-нибудь сможет презентовать. С удовольствием презентуем на «Блюз-фест». На «Блюз-фест» двоих человек мы пропустим. Обязательно. Ну вот, собственно, озвучили наши призы. В общем-то, богато сегодня. Хорошо. И ждем вопрос Будь я слушателем, как бы обязательно поучаствовал в этом. Николай? Дедва Николая. Да. Но мы ждем от Николая Донецкого. 211-101, напоминаю, номер телефона. Так, поехали. Вопрос у меня вот какой. В начале прошлого века, в 900-х годах в Америке стал очень популярен такой простой деревенский стиль музыки под названием «Скифл». «Скифл». Основными инструментами этого стиля являлась акустическая гитара. Губная гармошка. А еще один инструмент, который не совсем обычный. Такой бытовой. Бытовой, да. Он исполнял функцию ударного инструмента. И играли на этом инструменте обычными швейными наперстками, которые надевались на пальцы. И игралось по этому инструменту. Так вот, давайте мы скажем... Что это такое из быта дернули? Да. Что стало ударным музыкальным инструментом. Сейчас, к сожалению, практически в быту это не присутствует. Практически уже. Да. Давайте вот я дам три подсказки. А я слышу, там звонок уже есть. Может, без подсказок обойтись. Давайте без подсказок. Предмет быта, предмет быта, который был, ну, не знаю, было соблюсти. Его превратили в ударный инструмент. А там как? И слабая доля есть, и сильная, да? Вот по нему играли. Мы в Киров, кстати, привозили скифл группу. И человек... Там был исполнитель? Да, да, конечно. Где они нашли эту штуку? А наперстки самые обычные? Наперстки, иначе ты пальцем покалючил бы. Самые обычные наперстки. Самые обычные наперстки. Хотя, кстати, тоже довольно дефицитная сейчас вещь. Дефицитная вещь. Которая используется в швейном деле. Есть звонок-то? Нет у нас. Есть. Ну, давайте принимать. Алло, добрый день. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр. Александр. Ну, давайте. Имеете отношение скифл группом? Отношения не имею. Значит, у меня два варианта. Первый – это жестяной тазик. Второй – разделочная доска. Жестяной тазик тире разделочная доска. Два в одном. Ну, на самом деле, что-то близкое к этому есть. Есть. Но нечто среднее. Одно какое-то слово проскочило. Похожее на правду, да? Да. Ну, давайте вот третий еще. Ну, вот два варианта Александр уже выдал. У нас по правилам культпохода, увы. Давайте тогда... Да, Александр, увы. Будем считать, что вы неправильно ответили. Следующие варианты будем ждать. Заклините в гаджет, увидите фотографию. 211-101. Не, ну тазик чем себе неударный инструмент? Вполне себе вероятно, что просто сейчас многие, особенно мужчины, могут даже не вспомнить об этом предмете. Ну да. Что касается тазиков жестяных, то там скорее были ушаты деревянные, наверное, мне кажется. То есть тогда еще промышленность не была разрушена. Не штамповали еще такие штуки. Ну что, есть еще один желающий. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, это Олег. Олег, добрый день. Ну что, какой же инструмент? Мне кажется, это кахон. Деревянная коробка. Да есть такой ударный инструмент, но мы не про него. Попробуйте, может быть. Это простое устройство из быта. Это бытовое устройство. Бытовая штука такая. Она была в каждой семье раньше. По условиям для наших участников Олег, у нас второй вариант еще, вторую попытку можем дать. Раз, до трех считаю. Два, три. Увы, мы не услышали. Готовьтесь еще. Ждем следующего звонка. 211-101. Почему вы про мужчину упомянули? Сказали, Николай, что мужчины подзабыли уже об этом. Что, хочешь, чтобы я подсказал, что ли? Он к сильному полу больше имеет отношение? Нет, он как раз наоборот. А, не к сильному полу, да. Да, эта штука имеет отношение, конечно. К женскому полу. А вот, кстати, в те флугруппах обычно играли мужчины. Как ни странно, да? Понятно. Владимир, твоя очередь принимать звонок. 210-11-101. Довольно бурно обсуждаем эту тему. Слушай, да хорошо. Хороший вопрос, Долан Николаевич. Добрый день, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Надежда. Надежда. Пытаюсь ответить. Я думаю, что это доска для стирки. Совершенно верно. Это стирки. С ребрышками. Да, да, да. Вот по этим ребрышкам-то, наперсточками. Ой, звучит хорошо. А, кстати, в русской народной музыке был еще такой инструмент, который назывался рубель. Да. Он напоминает как раз. Примерно то же самое. Принцип тоже. Нет, ну у нас вообще много бытовых инструментов. У нас, вспомни, как на пиле играли, а? И играют до сих пор, кстати. До сих пор, кстати, да, вот на дружбе. Надежда, пойдете на блюз, на Гауди Блюзфест 11-го числа? А где будет проходить? В Гауди, соответственно. А, нет, спасибо. Я хочу тайную жизнь цвета. О, 75 оттенков. Книжку хотите, хорошо. Ты так заинтриговал Владимира? Да. Не кладите, пожалуйста, трубку. Передаем вас нашему редактору, да. Нам надо сейчас прерваться на небольшую рекламу. Если вы недавно к нам подключились, то имейте в виду, что 11-го декабря, во вторник, на Большой Санне Гауди, в рамках Гауди Блюзфест, стоит предновогоднее музыкальное блюз-шоу Хосе Луис Парда, аргентинский всемирно известный блюзовый гитарист, к нам едет. Вместе с коллективом под названием Архангельс Блюз Коллектив. Нет, а еще там будет блюз-хулиганы из города Кирова, комната 60. Все правильно. Что, кстати, тоже нечасто их увидишь. Еще угадать надо, где они. Причем на большой сцене, с прекрасным звуком, с прекрасным светом. Начало в 19.30 и возрастное ограничение, еще раз напомним, 16+. Это в мероприятии. Рекламой скоро мы продолжим. Культ поход. Культ поход продолжается, и мы с вами играем 211-101. Николай Голиков сейчас будет задавать вопрос. Ну, раз уж мы начали про гитаристов, я тоже вспомню про одного гитариста, который тоже очень любил грязный звук и любит до сих пор грязный звук. Он до сих пор, как ни странно, жив. Хотя вот тут интересный... Как еще раз грязный-то по-английски? Джотти Фингерс. Джотти Фингерс, да. Он, кстати, да, он был лично знаком в свое время, пока был жив, Мадди Уотерс, и учился у Чака Берри и все прочее. Я почему про этого гитариста вспомнил? Дело в том, что у него день рождения, 18 декабря 1943 года, он на два дня старше нашего бывшего губернатора Николая Шаклейна. 75 лет ему, соответственно, через 10 дней. Да, то есть вот такой, знаешь, Николай Иванович Шаклейн, баянист, да, и вот этот вот товарищ гитарой. Баянист в каком смысле? Он прекрасный баянист, Николай Шаклейн. Да, я это как-то подзабыл уже. Я не берусь судить, хорош ли он был как губернатор, но баянист он прекрасный и играет, и поет очень хорошо. Ну, сейчас небольшой фрагмент из исполнения, а потом еще пара подсказок, и мы будем задавать вопросы. Так, и что, затихло у нас? На трибунах становится тише. Что, не получается? Номер один. Номер один, да. В парке культ, вот там, да, песенки, да, должны быть. Ладно. О! О! Вот так, не очень было ясно, но дело в том, что вообще многие считают, что он не умеет играть на гитаре. Тем не менее, журнал «Орлинг Стоун» поместил его на четвертое место в списке 500 лучших гитаристов мира. Ну, случается и такое, да. Да. Парень вообще крайне интересный, у него коллекция гитар, 3000 экземпляров, из них он, правда, играет только на десяти, а вообще народ считает, что он пользует только «Фендер Телекастер», хотя это неправда, он на каждом концерте порядка десяти гитар использует. И очень интересный товарищ, он снимался в фильмах, например, он снялся в фильме «Пират Карибского моря на краю света» в руле отца Джека Воробья. Я вообще подсказки, да. Он известен очень тем, что в седьмом году его группа, которая до сих пор жива и которая сделала его знаменитым, не приехала в Россию по простой причине, что этот старенький гитарист возле 62 года упал с пальмы. Ну что, я уже сделал все подсказки, которые я мог, вам осталось только назвать его имя и фамилию, вот и все. Имя очень коротенькое. Да. Так и у них... Короче, сейчас номинар обычно не длинный, а лично испанцев, испанцев 18 лет. Так, по-моему, мы уже как-то вспоминали его, и даже не... Да, довольно-таки регулярно, да. Да, один из самых известных, да. Да. Ну, по крайней мере, да, по-моему, Лаза ведь сказал, что он вообще играть не умеет, и гитару даже настраивать не умеет. Ну, как вы заметили, он на самом деле большой любитель такого грязноватого звука. По поводу грязных, да, приемчиков-то я игры, я имею, да, очень так вольготно зачастую. Ну что ж, я думаю, а есть уже нет пока? Нет пока. Ну ладно, давайте лучше продолжим говорить про то, что будет в Гауди, да. Ну хорошо. А, нет, есть, там показывают нам, что будет у нас попытка ответить на этот вопрос. Пока попытка не удалась. Нету. Может, еще специально, нет, я не стал больше никаких подсказок делать. Пусть думают в конце концов, что ж мы их балуем-то. Хорошо. И пригласительные билеты, и книжки. Я назвал дату рождения, я назвал все особенности, которые отликом могут быть. И ты еще подсказал по поводу очень короткого имени, хотя по-английски она не такая короткая, пять букв. Нормальное имя. Так, сейчас вспомню, открою Википедию, зайду. Вот есть у нас уже, принимайте звонок. Добрый день. Алло, добрый день. Здравствуйте, как вас зовут? Сергей. Сергей, да. Про какого же гитариста я вопрос-то задавал? Кит Ричард. Ну, конечно, совершенно верно. Кит Ричард, да. Правда, одно время он букву «С» в конце своей фамилии убирал. Ему казалось, что так, понтове. Ричард. Ричард был, да. Королевский как-то. Да, Кит Ричард. Взялся немножко за ум. Совершенно правильный ответ. Какой приз бы вы хотели получить? Вы знаете, могли бы напомнить, не сначала вас слушал. А, давайте мы вас редактору-то передаем. Да, поговорим. Редактор вам все объясняет. Следующий вопрос от меня. Твой, Вадимый, да. Мы продолжим наш разговор. Ну, вы задаете, да, музыку-то нашим слушателям. А я сегодня как раз тот случай, когда я попрошу исполнить наших слушателей что-либо на тему авиации. Потому что сегодня, 7 декабря, отмечается Международный день гражданской авиации. Ну, как пройти мимо этого праздника? Ведь небо, облака. Сюардесса, надежная, как весь гражданский флот. Сюарба, облака и все, что с этим связано, это же вдохновляло и вдохновляет миллионы творческих людей на то, чтобы строки сочинять, музыку писать, посвященную всему этому. Давайте что-нибудь такое известное вы вспомните на тему полетов, стюардесс, летчиков и так далее. И исполните нам хотя бы припев или куплетик здесь в прямом эфире 211-101, да? А мы вам подпоем. Про стюардессу там, Николай, что-то есть? Стюардесса. Ну, это я про другую. Я вспомнил, конечно, который раз лечу Москву и Одессу, Владимир Семенович. Мы летим, ковыляем. Ты уже все песни спел. Людям оставь что-нибудь. А это, кстати, не про гражданскую авиацию. Ну, если и про военную что-то будет, то бог с ним. Все равно ведь про авиацию, да? Летчики, пилоты, бомбы, самолеты. Все подходит. В честь Международного дня гражданской авиации призываю вас что-нибудь исполнить. 211-101. Как, кстати, долго у нас Хосе Луи Спарда-то задержится? Будет какая-то автограф-сессия? Он ездит, кстати, мастер-классы он еще дает. У нас будет такая возможность? Да, как раз у нас будет такая возможность. 11 декабря будет открытый мастер-класс с бесплатным входом. Мастер-класс пройдет в книжном клубе 12 с 17.00. Напоминаем адрес сразу же. Преображенская 15. Преображенская 15. То есть 11 в 5 часов? Совершенно верно. Можно просто подойти со своим инструментом? Можно со своим инструментом подойти. Можно так посидеть, послушать. Ну, я подразумеваю, что это будет скорее... Не, ну Хосе Та будет исполнять что-то, да? Ну, возможно, он что-то исполнит. Вообще, это будет что-то вроде творческой встречи и небольшого мастер-класса, то есть ответа на вопросы, скорее. Он по-русски-то как? Через переводчика? Вообще никак. Конечно, через переводчика. Вести этот мастер-класс буду я, то есть общаться в роли интервьюера или... Медиатора. Да, да, да. Буду выступать я, вот. Я также буду с гитарой в руках, возможно, что-нибудь удастся нам сыграть вместе или, по крайней мере... Замутить? Да, пару фишек. Ну, вы там, видимо, аппаратуру... Для этого точно переводчик не нужен. Вы там аппаратуру поставите, видимо, да, чтобы... Да, разумеется, конечно. ...подключиться, чтобы все можно... Все будет так, как нужно. С 15 часов. С 17. Ой, с 17 вечера, да. С 17 вечера, да. Да, и потом мы все дружно перемещаемся на Блюзфест. Раньше-то Николаю удавалось общаться с Хосе? Он как вообще... Нет, лично пока что я с Хосе не знаком. Ну, Кет, у тебя, может быть, есть там, как он вообще... Насколько он дружелюбен, дружелюбен? Абсолютно дружелюбен. Или, может, он какой-то весь звезда из себя аргентинская? Нет, на самом деле... Да нет, нет, нет. Но вообще-то среди блюзменов это не принято, насколько я помню. Абсолютно не принято. Все блюзмены, которые были, ну, может быть, разве что одна дама была, которая была с чуть большими запросами, чем остальные, но это все в пределах разумного. То есть там в райдерах технической, точнее, бытовой части практически нет. То есть, ну, дайте нам что-то поесть. То есть люди неприхотливые, да? Абсолютно. То есть без всякого пафоса. В принципе, да, что же за блюз, если тебя хорошо накормили? Нет, так не может быть, да. Все должно быть по-настоящему. Владимир, кто-то желает с нами песню спеть? А, есть, да, уже? Насколько я понял. Я просто уже пошел в интернет искать список песен, посвященных авиации. Меня бы спросил. Их очень много, безусловно. Алло, добрый день, вы в эфире, как вас зовут? Меня зовут Наталья. Наталья, давайте, что будем исполнять? Что, первым делом, первым делом. Подожди, не торопитесь. Ну, а девушка. Как начинается песня? Мы друзья перелетные птицы. А, вот давайте с самого начала. Три, четыре. Мы друзья перелетные птицы. Трабьем дом. На земле не успеешь жениться, А в небе жены не найдешь. Потому, потому что мы пилоты. Небо наш, небо наш, родимый дом. Первым делом, первым делом самолеты. Ну, а девушки? А девушки потом. Ну, вот вспомнил. Вот теперь уже хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Вы честно заслужили приз. Какой бы вы хотели получить? Я не знаю. Честно только что включилась. Ну, пойдете в Гауди, на Гауди Блюз Фест 11-го числа? Супермузыкант? Нет, 11-го числа. Работаете? Да. Театр, книги хотя бы. Театр, книжки, кинотеатр. Давайте редактор. Хорошо. Хорошо, хорошо. Сегодня наш редактор как никогда востребован. Да, тем более это правильно, потому что мы не знаем, что предыдущий товарищ выбрал. Ну да, 211-го один. Могли бы сейчас что-нибудь подарить. Две минутки есть, Николай, еще один вопрос успеет задать. Да. Всем известно, что США считается все-таки главной меккой блюза. Но, однако, в 50-х годах прошлого века произошло небольшое изменение. И главным блюзовым центром стал совершенно другое государство. Тоже англоязычное. В 50-х годах 20-го века, да? Да, 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 в 50-х. Это была, собственно говоря, и остается вторая столица блюза. Давайте назовем город. А, город или государство? Ну, государство, город, да. Государство, город. Государство, которое в 50-х годах прошлого столетия, вот так получилось, она стала мировой столицей блюза. И до сих пор остается одним из важных блюзовых центров. Причем внезапно это получилось. Внезапно. А с чем это связано? Туда эмигрировали какие-то известные люди, американские блюзмены? Кстати, и с этим тоже связано. Но связано еще с тем, что в США немного изменились музыкальные вкусы. То есть появилась новая, другая музыка. И блюз в меньшей степени стал. Соул пошел в Ниагаруси. Соул пошел. Конечно, да, да, да. И джаз еще более популярен. Ритм и блюз вот этот пошел. Совершенно. Все правильно, да. Пошел в хиты. А блюз сам в горневой немножко пошел на задний план. Ну, в общем, развивалась цивилизация. Эту подхватили другие там. Другие. Сейчас мы должны узнать. Воспользовались моментом и перетянули блюз к себе. Да, и эта блюзовая эстафета потом превратилась в рок-н-ролльную. В рок-н-ролльную? Очень мощно превратилась в рок-эстафету. Ну, наша-то страна никогда не претендовала на то, чтобы стать блюзовой столицей мира. Ну, все еще впереди. Или все еще впереди. Все может быть впереди. У нас ведь огромное количество... Пути музыки не испередимы. У нас огромное количество великолепных блюзменов, джазовых музыкантов. Добрый день. Добрый день. Вы в эфире. Алло. Алло. Да-да-да. Добрый день. Это еще Олег. Олег, да. Эгейн. Олег. Ну, предположу, что это Британия. Да, абсолютно верно. Великобритания. Великобритания. United Kingdom. United Kingdom. Ну, что, теперь верное попадание, Олег. Вы, видимо, так сегодня уперлись и хотите получить какой-то все-таки приз. Уже вот мы, к сожалению, не знаем, какие два приза последние выбрали предыдущие участники, поэтому мы сразу редактору передаем. Да. Потому что редактор в курсе того, что у нас осталось. Да, пожалуйста, редактор, забирайте Олега. Последние секунды. Еще раз напоминание и приглашение. Друзья, приходите. 11 декабря в клуб Гауди на большой сцене этого замечательного клуба с крутым светом и отличным звуком пройдет продолжение Гауди Блюз Феста, главным гостем которого станет Хосе Луипарда, знаменитый аргентинский блюзовый гитарист, певец-композитор. Вместе с ним на сцене будут играть как ритм-группа Архангельск Блюз Коллектив и разогреет всю эту дружную компанию команда кировских блюз-хулиганов «Комната 60». Друзья, приходите, это будет хорошее предновогоднее музыкальное шоу. Да, 11 числа, 19, 30, 16+. Спасибо, Николай Донецкий, арт-директор ресторана «Гауди». На этом мы завершаем первый час культпохода. Не прощаемся, через 20 минут наша встреча с вами. Культпоход